Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Лучшее во мне 2014 года История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жизнью, которую они представляли, и никто не может забыть страстную первую любовь, которая изменила всю их жизнь. И вот обоих зовут на похороны их наставника, который когда-то дал им приют. Лэндон Картер – кумир своей школы. Он независим, красив и жесток к изгоям. И, конечно, он не замечает невзрачную Джейми, думающую только об учебе. После очередной дурацкой выходки Картера заставляют заниматься состоющими и играть в школьном спектакле. Тут уж ему не обойтись без помощи скромной отличницы. Джейми соглашается помочь Лэндону, но только если он пообещает, что не будет влюбляться в нее. Самонадеянный парень охотно дает клятву, но вскоре он убедился, что сдержать ее будет очень непросто. Сейчас самое время. Тессе 17, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Теста принимает решение прожить все, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропадала зря. Девушка составляет список того, что обязательно нужно успеть. Потерять невинность, попробовать наркотики, прыгнуть с парашютом, по-настоящему полюбить. Она шаг за шагом воплощает свои намерения, но внезапно вспыхнувшее чувство к соседскому парню Адаму меняет все ее планы. Три метра над уровнем неба. 2010 года. История двух молодых людей, которые принадлежат к разным мирам. Баби – богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Ача – мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но и встреча неизбежна. И в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь. Виноваты звезды 2014 года. Хейзл больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Угастусом Уолтерсом и моментально влюбляется в него. Угастус и Хейзл отправляются в полное страсти жизни путешествия, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. Безумное и прекрасное. 2001 года. Любовь – это не только счастье, она и случай, и испытание, и судьба. Карлос – парень из бедной семьи. Николь – капризная богачка. Обоим по 17 лет. И похоже, это единственное, что у них есть общего. Но кто бы мог подумать, что их почти случайный легкий флирт вдруг так внезапно перерастет в чувство, прихода которого не ожидали оба. Друзья и близкие героев как один ополчились против их недопустимой любви. И вот уже новые Ромео и Жюльетта вынуждены отстаивать свое хрупкое чувство перед лицом костного мира, который не хочет понять, что быть такими разными еще не значит быть несозданными друг для друга. Белая свадьба. 1989 года. Матильда – трудный подросток с неустойчивой психикой. Которая делает Шатким и весь мир вокруг. Задача Франсуа, ей умудренного опытом и летами, педагога по философии, проста и очевидна. Вернуть девушку в цивилизованное общество. К устоявшимся нормам. Вести ее в круг хрестоматийных ценностей. Он думал, что вступает по податливому песку. В то время, как сделал шаг прямо на гребень волны. Вспыхнувшая между ними страсть, таила огромную разрушительную силу. И когда Франсуа решил отступить, спрятаться за семьей и обычной жизнью, Матильда преградила ему дорогу. Дневник памяти 2004 года. Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки «Женщине в доме престарелых». Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живущих в Северной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили в начале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось. Элли обручилась с удачливым бизнесменом. А Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла. Ей нужно найти его и решить, наконец, судьбу их любви. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!